Депутатов интересовало, с чем связана перезагруженность анапских улиц транспортом и засилие автомобилей на газонах и прогулочных зонах. Как отчитался Андрей Терехин, в прошлом году за нарушение правил парковки и стоянки было составлено без малого 3600 протоколов, а вот к административной ответственности привлечено всего 450 водителей. По мнению руководителя анапской полиции, одними карательными мерами проблему не решишь, но у общественников курорта другое мнение. На их взгляд, принципиальная позиция ГИБДД могла бы переломить ситуацию. Каждый день на набережной улицы Горького и центральных магистралях Анапы стоят автомобили. В администрацию поступают десятки жалоб и фотографий. Еще один больной вопрос – пресечение полиции деятельности нелегальных таксистов. Общественники считают эту работу недовольтворительной. Вы знаете, что есть муниципалитет и отдел, который как раз этим вопросом не занимается. Система построения такси сейчас организована таким образом, что диспетчер может находиться где угодно. Во Владивостоке, в Новороссийске и так далее и тому подобное. И он передает эти заказы. Наша задача – остановить это такси. Выяснить, есть ли у него лицензия на перевозку работы. Это соответствующее с этим принимать к нему какие-то либо меры, соответствующее, что он нарушил. Это мы делаем, но объем тот такси, который сейчас работает, и то, что мы делаем, конечно, у нас измерили. Плюс отсутствуют парковки для постановки этих транспортных средств на штрафстоянки. Совершенно верно. Поэтому действенных мер зачастую мы убедить не можем. Недостаточный Андрей Терехин признал и работу полиции с незаконными пляжными квадроциклами. Тот размах, который существует сейчас, и то, что мы там за ними берем, просто затраты человека час, отнимает очень много времени. Особенно в короткий сезон, когда все идет в обрале, это определенную проблему со стороны. Еще одна острая проблема, которую неоднократно поднимал глава муниципального образования Сергей Сергеев – противодействие предпринимателям, реализующим алкогольную продукцию без лицензии. В процессе совместных рейдов полиции и специалистов управления торговлей и потребительского рынка администрации такие нарушители законодательства в этом году выявлялись неоднократно. Андрей Терехин обещал работать эффективнее в этом направлении. Председатель совета Леонид Кочетов поинтересовался, какое место в крае по итогам деятельности за минувший год занимает Анапский отдел. Сейчас 180 направлений, которые оценят оперативно-служивную деятельность территориального района. Если мы говорим по городам Черногорского побережья, то лучше нас нет ни в одной позиции. На сегодняшний день по итогам работы за два месяца, если в рейтинге в общем, мы находимся в первой десятке. На этом депутаты решили закончить рассмотрение вопроса. Больше вопросов к Андрею Терехину ни у кого не было.